всем привет сегодня будем делать 2d игру относительно игру потому что мы будем формировать это все в 3d мире ну как вы знаете чистого 2d в анреле нет здесь есть формирование 2d в 3d точнее наоборот в общем нам необходимо я создал карту обычная карта да то есть обычный level создается я зашел здесь все пусто ничего нету давайте создадим папочку это у нас будет аниме шин далее мы в аниме шин нашего персонажа создадим еще несколько папок в данном случае это idol то есть он будет стоять давайте будет джам ну и какой-нибудь ранды но по крайней мере я вам покажу вот хотя бы по этим но все остальные аналогично делаются делаем импорт наших изображений в данном случае я выбираю нашего черектер то есть нашего персонажа у меня есть вот такие вот виды анимаций атака смерть айда ну то есть когда он стоит джамп все виды ну я не знаю что там а это видимо начальная стадия до прыжка конечной стадии и возможно лупинг джампа и ран до данном случае у меня вот такой вот такой вот изображение на одном изображении расписана вся анимация данном случае из состоит из четырех картинок нажимаю импортировать открываю и у нас появляется текстура с этими персонажами да данном случае с одним для корректности нам необходимо вообще нажимать правой клавиши на них да и переименовать образно и play paper туди текстур settings чтобы она была корректной ну а далее нам необходимо создать create спрайт в данном случае из этой картинки нам надо создать 4 спрайта то есть каждый спрайт будет частью анимации в данном случае мы выбираем экстракт спрайт и из-за того что картинка была правильной она сразу экстракт корректно начинает вытаскивать это изображение бывает что вытаскивает некорректно его приходится редактировать данном случае вы можете здесь за место авто выбрать grid здесь немножко сложная структура да то есть выбора изображения нам необходимо желтый цвет это вот как раз таки обводка наших так скажем анимации наших спрайтов здесь у нас целый это получается ширина ячейки в данном случае она у нас одна ячейка здесь прописана и мы должны корректно вытащить значение ширины ячейки да то есть но нам надо знать либо где-то в редакторе высматриваете выделяете персонажик высчитываете я на самом деле не знаю сколько здесь просто я скачал эти анимации представим что 64 но нет это не 64 32 тоже слишком мало 48 но скорее всего да и смотрите она у нас не разделена то есть она просто подряд ячейки берет также у нас имеется высота ячейки в данном случае давайте 60 скорее всего поставим и видите у нас ячейки сдвинулись получается вверх у нас обрезает ноги для этого нам нужно во первых указать сколько у нас ячеек видите у нас ячеек то 5 изображений всего лишь 4 ну в данном случае мы должны num cell x написать 4 и у нас как раз таки появится 4 ячейки под каждую анимацию margin x мы делаем определенный отступ слева да ну то есть допустим если у вас есть какие-то определенные отступы в данном случае здесь есть представим что это 15 я на самом деле не знаю сколько здесь и margin и y это у нас отступ сверху давайте напишем тоже 15 ну может быть не 15 а 14 так спейсинг x это отступ между ячейками давайте напишем 10 слишком мало 15 но уже практически идеально сопоставлено но естественно здесь я просто наугад это все наставил высота у нас ячейки давайте 53 напишем вот уже более-менее ширина не 48 допустим 44 естественно значит у нас отступ будет больше и уже получается почти то же самое как и сделала авто ну да чуть чуть меньше но это если у вас вдруг авто не работает но у меня он работает и я буду делать с помощью него здесь нейминг у нас имеется темплейт это то есть как он будет его обзывать в данном случае он будет называть его idle sheet спрайт и номер нашего спрайта здесь является стартовый индекс спрайта в данном случае с 0 так и пусть идет с 0 можем написать с единицей он пойдет с единиц и нажимаем экстракт и как видите да он у нас создал idle sheet спрайт единица два три четыре мы выделяем наши спрайты берем наш первый и создаем great flip book давайте сразу будем корректно называть наш флейт буки это у нас пб я коротко называю да данном случае это айду б айду и если мы зайдем клик бук у нас появится вот такая вот анимация у кого-то она очень быстро и у кого-то медленная в данном случае у меня слишком быстрая анимация получается если вам необходимо вы можете перетаскивать ваши спрайты как вам необходимо то есть но вдруг вы нечаянно поставили не прав не по порядку то есть вы наводите смотрите наименование и естественно переставляйте как нужно также здесь можно добавить какую-то еще одну допустим анимацию ну то есть дополнительно либо если у вас вы хотите чтобы он дольше играл вам необходимо не добавлять дополнительные изображения здесь можно делать задержки то есть каждая ячеечка у нас получается вот определенный так скажем тайминг да то есть мы вот увеличили на 3 как видите замедление на 1 у нас на чего больше работать но и здесь фрейм перс секунд это у нас секунды по отображению да образно это миллисекунды даже не имели секунды фрейма давайте выставим 5 допустим либо чит 4 но здесь уже сами регулируйте здесь никто вам по сути ничего не говорит откорректируйте как вам необходимо в данном случае у нас слишком сейчас дышит наверно нормально но я поставлю шестерочку вот так вот чтобы побыстрее отыгрывал это все то есть чем больше данном случае здесь у нас число тем быстрее происходит действие так но и здесь мы можем посмотреть как раз таки те же самые вот эти значения настроечки да мы видим вот здесь то есть если мы напишем 3 и он естественно у нас на 3 фрейм стянет нашу первую изображение так пусть все будет поединиться так коллизия коллизии нам нет необходимости на данного персонажа потому что у него будет своя сфера из-за чего и получается что мы создаем по сути 3d игру только лишь лишь с 2d текстурами так проверяем все делаем то же самое давайте на ран представим что быстренько это все проходит мы включаем определяем наш получается текстурой settings и экстракт спрайт у нас автоматом уже все выделяет мы делаем экстракт выделяем наши спрайт и делаем фликбук называем фликбук у нас уран так заходим смотрим скорость подходит или не подходит что-то и является здесь как-то некорректно видите назад чуть отбрасывает это возможно у нас спрайты некорректно созданы были нам надо конечно в данном случае уже определиться на каком спрайте произошла проблема так ну возможно на третьем да на каком-то да и скорее всего 3 спрайт вот мы заходим в этот спрайт и по сути мы можем отредактировать с формирования да то есть мы можем чуть-чуть оттянуть так здесь мы не можем то есть у нас здесь принципе отрезано все корректно но есть небольшие вот проблемы смотрите здесь у нас ширина каждого спрайта разная и из-за этого вот происходит вот такие небольшие баги так что желательно подбирать или делать уже спрайты более менее нормальными и у нас не должно каких-то происходить проблем так но начал еще сильнее естественно значит чуть-чуть спереди побольше так ну и естественно тут надо уже слова проверять возможно и на каких-то других проблем и происходит но все равно в третьем это я чуть-чуть постараюсь попозже откорректировать далее здесь в любой спрайт если зайдете да у нас есть view это у нас просмотр далее edit source editor то есть это он редактирует тот вид захвата который вам необходим образно на спрайт далее идет у нас коллизия но мы у нашего персонала не сделали коллизию в нашем флипбуке так что она по сути не будет работать но если вам вдруг необходимо мы можем допустим на alt мы удаляем какую-то точку нажимаем alt нажимаем на точке и у нас она удаляется либо нажимаем shift и создаем какую-то точку то есть мы можем сделать коллизию как нам необходимо но естественно коллизию не рекомендуется делать вот большими количествами точками потому что это все будет образно нагружать но естественно это уже у нас 2 ты здесь нагрузка не такая уж и существенное происходит но все равно старайтесь чуть чуть поменьше так как это коллизия для изображений очень нетребовательна по сути это часть так и но вот так вот представим что это вот такая коллизия будет отрабатывать ну и далее у нас рендер то есть рендер это то что у нас отображается если мы сделаем вот так на view мы уже видим что у нас все происходит без головы то есть мы можем определять то часть видимости нашего спрайта которая нам необходима ну и также здесь мы можем делать удаление или добавление точек это на будущее у нас имеется также от бокс от полигон но это то же самое допустим если вы вот здесь даете добавить бокс у вас добавится новая это часть коллизия не рекомендую несколько добавлять но если вдруг что-то вы можете допустим перед персонажем вставить коллизию какую-то если вдруг она вам не нужно будет ну или что-то что невозможно будет пройти то же самое для всех других остальных так скажем действий на этом я думаю все дальше я закину еще кучу вот этих анимаций и в следующем видео мы будем создавать нашего персонажа blueprint нашего персонажа и в котором мы уже будем создавать логику на этом все до скорой встречи всем пока